Если мы взглянем на мировую карту пожаров, то увидим их повсюду и на всех континентах. В какой-то степени они все одинаковые, ведь большинство пожаров — это горящие леса и растительность, но причины их возникновения могут сильно отличаться. В Северной Америке пожары могут быть вызваны естественными факторами, например, ударом молний, а также по вине человека, зачастую неумышленно. Появление здесь огромных полыхающих пожаров, которые показывают в новостях, зависит от погодных условий. В основном их вызывают сильные ветра у поверхности земли. В Южной Америке проблема ветра как катализатора пожаров стоит не так остро. В данной местности причина возгораний главным образом связана с землепользованием. Огонь здесь используется для расчистки и подготовки земель. Последствия этого дают весьма точную картину общей засушливости региона. НАСА давно занимается наблюдением за пожарами и дымом с помощью спутников мониторинга земной поверхности. Данные, полученные в ходе Global Precipitation Measurement Mission, или GPM, задача которой заключается в наблюдении за осадками на Земле, с других миссий, а также по результатам моделирования, позволили определить сочетание различных условий – дождя, температуры, растительного и земного покрова, которые с наибольшей вероятностью будут способствовать возгоранию и распространению огня. Результаты легли в основу создания геоинформационной системы мониторинга пожаров – первой глобальной упорядоченной базы данных о пожарах. Данная система создана для выявления основных причин, вызывающих пожары. В основном она сосредоточена на метеорологических аспектах, которые в дальнейшем используются наряду с некоторыми другими факторами риска. По мере приобретения опыта в использовании спутниковых данных, в частности с миссией GPM, в качестве основы для этих вычислений появляется возможность создавать оперативные картографические продукты, например, для локальных сервисов по наблюдению за пожарами в разных странах. Возьмём Индонезию. Здесь вопрос пожаров стоит очень остро. Основная их причина – землепользование. И одна из проблем – их возникновение в сильно отдалённых регионах, информация по которым очень мало. Поэтому общая картина ситуации там весьма туманная. Если мы используем вычисления, основанные на данных с миссией GPM, то они заполнят все эти пробелы, и мы видим более чёткую картину по самым крупным пожарам за период более чем последние пару лет. Где находятся засушливые области, а где области с повышенным уровнем осадков. Они могут располагаться очень плотно по причине локальных дождей, которые распространены в тропиках. Вдали от тропиков в Канаде система мониторинга пожаров также используется для оценки рисков возгорания. В 2017-м аномально жаркая и сухая погода привела к возгоранию лесов и к дальнейшим крупным пожарам по всей Британской Колумбии. В июле и августе, в период повышенной пожароопасности, в некоторых внутренних районах региона пожары достигли катастрофической интенсивности, что привело к самой большой площади выгорания за все годы. Пожары имеют последствия не только на Земле. Дымовые шлейфы от них могут перемещаться на большие расстояния и загрязнять атмосферу вдали от очагов возгорания. В некоторых случаях можно наблюдать дым от пожаров в Северной Канаде на пути через Атлантику в Европу. А когда пожары принимают катастрофические масштабы, дым от них может достигать нижних слоёв стратосферы и оставаться там в течение нескольких месяцев, как после извержения небольших вулканов. Система по наблюдению за пожарами, созданная на основе данных со спутников, в том числе миссии GPM, продолжает использоваться исследователями для того, чтобы определять причины наиболее масштабных пожаров и понять, как в дальнейшем предотвратить их. Как видите, космос и наблюдения из космоса могут быть очень полезны на Земле. Чтобы не пропустить информацию о других таких миссиях НАСА и Европейского космического агентства, подписывайтесь на наш канал Альфа Центавра. Не забывайте ставить лайки и делиться видео с друзьями. До новых встреч!